Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект ХайТек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Лежевичники, радуйтесь, бренд умных телефонов может вновь вернуться на рынок. Фанаты, пожалуй, оценят. Смартфоны BlackBerry теперь будет производить техасский стартап Onward Mobility. Они как раз недавно получили лицензию. Из главных новшеств — поддержка сетей 5G. А главное, чего ждут от этого бренда — физическая QWERTY клавиатуры. И да, она, судя по всему, будет. Выход на рынок планируется к 2021 году. Новые BlackBerry, как и старые, будут иметь высокий уровень безопасности, но с помощью каких именно функций это реализуют, пока не сообщается. Техасский стартап подтвердил только одну модель. Будет ли продолжение выпуска других моделей BlackBerry неизвестно. Больше никаких неловких ошибок при переписке. В WhatsApp скоро может появиться новая функция, которая поможет избежать случайной отправки сообщения не в ту группу, в какую хотелось. Новая опция позволит установить собственный фон для каждого из чатов, чтобы вы могли сразу увидеть, с какой группой или контактом общаетесь. Также будет возможность выбирать разные фоны для разных системных тем. Так что у пользователя может быть один индивидуальный дизайн для использования в светлом режиме, а другой — для темного режима. Новый рекорд в сфере телекоммуникации. Коллектив ученых Университетского колледжа Лондона вместе с разработчиками из XTERRA и KDDI Research сумели достичь самой высокой скорости передачи данных на современном оборудовании. Новая рекордная скорость составляет 178 терабайт в секунду, что почти на 20% превосходит предыдущий показатель. Для понимания, насколько это быстро, исследователи приводят такое сравнение. Всю фильмотеку сервиса Netflix на этой скорости можно скачать менее чем за одну секунду. Предыдущий рекорд скорости трансляции данных был установлен в Японии. Речь шла о 150 терабит в секунду. Высокие показатели передачи британцев были достигнуты на существующем оборудовании с помощью внедрения новой методологии модуляции света. Она и дала возможность увеличить объем передаваемых данных через оптоволокно. Также усовершенствовали усилители, необходимые для увеличения мощности сигнала в более широкой полосе пропускания и максимальной скорости, и разработали новые шаблоны комбинаций сигналов, использующие фазу, яркость и поляризационные свойства света. Главным достоинством нового метода является возможность развертывания технологии на существующей инфраструктуре с минимальными изменениями. На волоконно-оптических кабельных трассах требуется только модернизировать усилители, расположенные с интервалами от 40 до 100 километров. По оценкам ученых, модернизация будет почти в 30 раз дешевле, чем прокладка новых кабельных линий. Также разработчики отмечают, что достигнутая скорость передачи данных близка к теоретическому пределу передачи данных, установленному американским математикам Клодом Шенноном в 1949 году. Почти полгода непривычно тихо и пустынно во всех казахстанских школах. В классах за партами давно не сидели ученики, они не носились по коридорам и не сбегали с уроков. Кстати, насчет дисциплины взрослые уже позаботились. Все пропуски и опоздания будут фиксироваться. В режиме онлайн также меню учеников и их походы в библиотеку. Такие возможности дает проект «Смарт-школа», который запустили в североказахстанских селах. Каждому ученику и педагогу бесплатно выдали браслеты или карты доступа. Это и безопасность, посторонние не смогут зайти в школу, и возможность родителям контролировать своих детей. В основном браслеты у нас выбрали это дети начального звена, потому что все-таки может быть где-то неорганизованные, карточка, она может, конечно, потеряться. А дети постарше и педагоги, конечно, уже будут пользоваться именно вот такими пластиковыми картами, которые они именные, имеют свой индивидуальный код, по которым можно попасть в школу. Эта услуга бесплатная, но если родители хотят дополнительную опцию получения смс-уведомлений, то за это нужно будет вносить абонентскую плату. Она потребуется и для школьной столовой. И уже не надо давать карманные деньги, которые могут пойти на чипсы и газировку из магазина по соседству. Сейчас разработчики умной школы заняты третьим модулем оцифровкой библиотечного фонда. Бумажная картотека, которую хранители книг заполняли вручную, перейдет в виртуальный формат. Чтобы почувствовать все плюсы смарт-школы, нужно дождаться конца карантина. Такие новшества ждут учеников трех школ села Бесколь Североказахстанской области.